Выбранная на заре независимость и форма государственного устройства себя оправдала. В ней выражена политическая воля народа, реализованная его стремление к лучшему. Об этом говорили сегодня парламентарии, участники международной конференции в Астане. В столицу съехались депутаты из России, Венгрии, Турции, Германии и других государств. Они обсудили развитие парламентаризма и роль Нурсултана Назарбаева в становлении этого института. Демократия и институты государственности в Казахстане – это плоды продуманного политического курса главы государства. Такое мнение сегодня озвучили наши депутаты в ходе международной конференции, роль первого президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева в развитии парламентаризма в Казахстане. Итоги двух десятилетий развития независимого Казахстана – полномасштабные реформы во всех сферах жизни, устойчивый рост экономики, справедливая социальная политика, последовательная демократизация общества – все это является результатом реализации стратегического курса главы нашего государства. Сегодня идеи и цели Нурсултана Абишевича Назарбаева стали уже общенациональными ценностями всех казахстанцев. Они прочно укоренились в общественном сознании, являясь основой казахстанского образа жизни. Эволюция страны неразрывно связана с развитием законодательного органа. Достижение стратегических целей тоже во многом зависит от этого процесса. Поэтому двухпалатный парламент, основание которого закрепила наша конституция в 1995 году, стал одним из действенных инструментов государства. Нам очень нравится та динамика, те изменения, которые происходят сегодня в Казахстане. У нас в Германии это связывают с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Благодаря ему ваша страна стала центром экономического, социального и политического развития в мире в целом. Институт президентства, существующие все годы независимости Казахстана, позволил вашей молодой стране не только преодолеть все трудности, но и стать одной из стран с быстро растущей экономикой. То, что касается развития парламентаризма в Казахстане, я бы назвал его рационализированным парламентаризмом. За годы существования парламент принял свыше двух тысяч законов. Прописанные в них нормы регулируют отношения как внутри нашего государства, так и внешнеполитические связи. С большим интересом мы наблюдаем за теми изменениями, которые происходят сегодня в республике Казахстан, за инициативами вашего лидера Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я не побоюсь даже сказать, что где-то вы опережаете нас с инициативами в экономике, в политике. И здесь у вас есть чему учиться. Потому что, на мой взгляд, те темпы, которые задали руководство страны, не позволяют вам расслабляться. В общем, по мнению собравшегося сегодня в Астане дипломатического сообщества, Казахстану и есть что сказать о парламентаризме и его задачах. К нашему опыту другие страны приглядываются и готовы позаимствовать полезное.